Я к ТикТоку огромная просьба. Фильтры у вас неплохие, да? Я другие, допустим, не могу где-то использовать. Уберите вашу дебильную музыку. Начинаешь настраивать, да, фильтр и рвет вот эта музыка в уши. Ну, это просто невозможно. Я не знаю, для чего вы вот просто, как сказать, активно это все навеливаете. Так вот, все, успокоились, выдохнули. По лечению, то есть надо наблюдать за детками. Вот у меня у сына на флимаксин была в детстве очень сильная аллергия, он пошел красными пятнышками. То есть аллергия, это, понимаете, когда как бы сверху вниз пошло, снизу вверх вот это все играет, ходит. То есть это, вот представьте, как душем сверху поливает вот таким вот, ну вот этой болезнью, да. Надувается, вот самое главное, что при отеке квинки прямо надувается, раздувается человек. Уплотнения такие появляются, потому что сейчас такая аллергия, что не обязательно будет зуд, как у меня раньше. Это как бы вот внутри. Чем опасен вообще отек квинки, вся эта аллергия, то есть то, что это может пойти на внутренние органы. Внимательно слушайте своего ребеночка, может даже и щупайте, может, что у него кишечник там вздулся, да, желудочек, все это как бы раздулось. И не занимайтесь детишками самолечением. То есть я сразу, можно же просто приехать договориться, я уговорила, нас не положили, а просто нам поставили укол. Ну мы сына еще держали там, наверное, в пятером практически, он не давал вообще поставить в попу уколчик. Но пришлось вот как-то прибегнуть к этому, он до сих пор как бы это все помнит. Прямо вот езжайте в больницу, в больнице вам обязательно помогут, то, что касается детей. Если вы сами свое лечение знаете и вы уверены, как вот в моем случае, допустим, тоже не торопитесь. Я уже хорошо себя знаю, что когда у меня очень сильно отекает практически все тело, уже с макушки, как говорится, головы до пяточек, да, мне уже нужно, извиняюсь, обязательно ставить дипроспан. То есть уже все, и тем более, если я работаю на больничном, мне идти не хочется, все нужно быстро. А если сейчас я вот на больничном, и у меня началось именно вот сверху, я вовремя зацепила, я могу на преднедозелоне это все пролечить. Я, конечно, очень внимательно изучу, вот пока я дома, сегодня я одна, сейчас сяду, прямо прочитаю все противопоказания дипроспана, все отзывики, все по преднедозелону, еще раз это все изучу. И понимаете, не факт, что вот эти наши старые проверенные лекарства хуже, чем новые. Во-первых, в цене, извините, дипроспан стоит 1000 рублей, а преднедозелон 100, вот понимаете, тоже как бы, да. Но если уже речь идет о риске жизни, как говорится, да, между жизнью и смертью уже выбираешь, конечно, здесь мне уже приходилось ставить дипроспан, и то мне даже этот укол не всегда помогал сразу. Так что нужно четко все осмыслять. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...